Добрый вечер. Два года здесь работы в Намангане. Вершина нашей работы, результат нашей работы, сплоченный с клубом, с командой в целом, с поддержкой нашего уважаемого хакима, мы дошли до нашей вершины. Это было в Чидде 22 февраля. Это колоссальный труд. Новобахор реанимировался, Новобахор стал командой, которая хочет завоевывать трофеи. Новобахор стал в элите азиатского футбола. Это дорогого стоит. В первую очередь, конечно, благодаря хакиму области, Шавказ Шакиржанович создает максимальный условий. Конечно, огромная работа клуба в лице Самадова Атабека. Огромная работа всего тренерского состава, ребят, которые были здесь за два предыдущих года. Но сегодня начинается новое восхождение. Сегодня вы видели новый Новобахор, который также хочет завоевывать медали, быть в элите азиатского футбола, представлять наманганский футбол на международной арене, представлять узбекский футбол со своим стилем, со своей философией. По игре хочу сказать, что с первой до последней секунды мы контролировали ход матча. Игра в целом, в целом игрой, качеством я доволен, за исключением, конечно, в завершающей стадии. И в первом тайме мы должны были уже заблаговременно забив, используя те моменты, которые мы создали, либо во втором тайме и спокойно доводить игру до логического конца. Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Сегодня они максимум хотели показать, что же такое Новобахор-2024 перед своими болельщиками. Я думаю, в целом удалось. Что касается соперников, то и им, конечно, респект, в первую очередь, насколько я знаю, это частный клуб. Респект тем людям, тем акционерам, которые взяли на себя бремя, финансируют футбол. Это дорогого стоит. Тем более, что сейчас есть тенденция, чтобы больше частного бизнеса было в футболе, и чтобы облегчить бремя финансирования клубов. Поэтому клубу «Динамо» тоже респект. Они тоже старались, они тоже молодцы. Всех с праздником. Спасибо. 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 Добрый вечер. Спасибо. Поздравляю вас, команда, руководство всех болельщиков. Нам от niesно piùytic пара. Мы сегодня видели первую игру. На мой взгляд «Динамо», они вышли в группу лигу только вы начали игру. Думаю, они,ちょっと сильные команды, но они уже показывают, на что они способны. Но так как-то не было, первая половина второго этапа, чуть-чуть ребята потеряли. И будем ли мы видеть, это второй вопрос, дуэль, братья Грузии, нападение, это бодаться и не гибаться. Спасибо за это. В первой части вопроса, да, мы выпустили быструю атаку, потом они перешли в позиционную, но там, честно говоря, череда ошибок. Я думаю, что в первую очередь, вот этот пропущенный гол, если сказался где-то, нервозность появилась, и мы уже начали осторожничать. Счет 2-0, создаем еще ряд моментов, чтобы увеличить разницу. Ну, вот этот гол, естественно. Но по поводу новичка и дебютанта, я хочу сказать, что там собраны достаточно квалифицированные футболисты, что они показали в быстрых атаках, эта команда еще скажет о себе. Там достаточно хорошие уровни футболисты. По поводу тандема, в разных вариантах вы увидите в этом году на Бахор. Главное, чтобы кто бы не выходил на поле, приносил пользу. Я считаю, вот это главное. А по поводу, как формируется состав, это в тренировочном процессе, в предигровом микроцикле формируется состав. Поэтому не исключен и такой вариант. Продолжение следует... Какой выбор от Рамады. Да, как говорилось. Под الإлабyer, чтоbola, которым хотел выиграть ее. Может быть, что б ‹кість его остались... Ну, урамади, да, зачем Monster woman « Twitch». Переживали они, где-то волнения. Эти волнения с чем связано? Во-первых, они только третью игру вместе играют. Третью игру вместе играют. У нас целая группа влилась. Потом, естественно, открытие перед нашими болельщиками, открытие сезона. Вот, я думаю, это два фактора. Но в целом, все равно, я думаю, что мы контролировали, за исключением момента с голом, с первого до последнего контролировали ход матча. Качество исполнительное, это, как говорится, один из главных факторов. А то, что у нас, в нашей философии, это активная работа в атаке наших фланговых игроков обороны, это было, и мы, и в прошлом году, если вы помните, и Голбан у нас играл, забивал фланговый игрок, появлялся в атаке, и хорошие были ассисты с фланга, и Брагим, и Удашев тоже ассистировал. Это наша философия, но я думаю, что качество футболистов, которые... У нас немного пришло футболистов, но пришли качественные. Поэтому, я думаю, где-то исполнение должно выйти на более, как говорится, результативный уровень, чтобы мы использовали это преимущество, которое мы имеем в атаке.